Кольца серек, стремительность ласточки, глаза раскаленные угли, кармен да и только. С такой страстью, как на ее занятиях в хореографической студии, они, пожалуй, нигде не выкладываются. Но именно здесь ребята получают такую подзарядку, которой хватает и на жизнь произвольную, и на ее обязательную программу, уроки, ежедневную пахоту и многочасовой труд. Надежда Брагинская-Павленко – преподаватель хореографической студии Дягилевской гимназии. Через ее вдохновение, такое у студии название, проходят без исключения все ученики, начиная с первого класса. Наша школа, наша гимназия стала центром, очагом культурной жизни. А дети с Надеждой Юлиной постигают азы классического танца, то есть продолжают традиции русских сезонов. Майя, все, вверх растем, шея длинная, петь и полшага назад, очень близко стоишь. Дыми плие, раз, хвосты вперед, два, наверх, три. Поджимаем, поджимаем, все, поджимаем, нос не опускаем, растем наверх. Плие. Осанка, благородная посадка главы, культура движения – самое малое, что получают ее подопечные. Занятия укрепляют отношения. Надежда Юлевна создает невидимую, но ощутимую атмосферу легкости и дружелюбия. Она незримыми нитями привязывает детей и к друг другу, и к взрослым обитателям дома. И дом Дягилева или Дягилевская гимназия становится неэффектным названием учебного заведения, а синонимом семьи – большой и дружной. За это дом любят. К нему привязываются, как привязалась когда-то сама Надежда Юлевна. Те, кто ходят на хореографию, мы всегда в коридорах здороваемся, мы в каникулы гуляем вместе, приглашаем друг друга на день рождения. То есть я уверена, что если бы хореографии не было, мы бы не общались так близко. У нее, как у профессионала, получается даже вовлечь педагогический коллектив. В капустник, который они делали на Новый год, вовлекли и меня. То есть я была участником их капустника, и это настолько было здорово. В спектаклях у нас и педагог по технологии участвует, и учителя начальных классов. То есть ей удается каким-то образом найти своих творческих союзников среди педагогов. Уроки хореографии не входят в обязательную учебную программу. Программа Павленко-Барагинской дополнительная. Но именно она помогает формировать то самое внутреннее содержание, которое больше, чем набор знаний, пусть и самых качественных. Это сила личности, системы ценностей, устойчивой к изменчивым поветриям нашей внешней жизни. Я часто думаю, как важно иметь мастера с детьми и человека большого, одаренного, талантливым. Поэтому у Нади все это получается. Я считаю это такой небольшой педагогической победой, когда эти дети начинают интересоваться, действительно интересоваться классическим балетом. Они спрашивают, а что посмотреть, а какого артиста посмотреть, а кто вам нравится. А давайте сходим в театр, а давайте все пойдем на арабеск. Давайте. Под танцевальным залом в переоборудованном подвале особый мир. Мир, где живут легкие бабочки платьев, блестящие крылья сценических костюмов, драгоценная парча, томный бархат бальных туалетов и таинственно мерцающие диадемы. Это святая святых, костюмерная. Здесь же в подвале маленькая коморка, где студийцы придумывают прически для будущих выступлений, обсуждают прочитанное, увиденное, переживаемое, пьют чай и просто болтают, секретничают, репетируют. И беседы эти даже для выпускников гимназии – самое теплое время в жизни. Надежда Юрьевна для меня – это вторая мама, да. Благодаря ей, я не знаю, я как-то начал по-другому смотреть на мир. Без Надежды Юрьевна я был, наверное, другим человеком. Бывало, даже если делать что-то нечего, такое идешь, Надежда Юрьевна, если свободно сидели с Надеждой Юрьевной, пили чай. Вообще обсуждали, в общем, как что-то по поводу студии, да и просто в жизни. Надежда Юрьевна давала очень много правильных советов. Может, благодаря этому я уехал в Москву, поступил в университет. Вот, определенно, без Надежды Юрьевны школа была бы не та. Постоянно, с утра до ночи занимается на генеральных репетициях. Это просто сверхчеловек, у которого куча энергии, я не знаю, откуда она ее берет, и всегда найдет время и помочь советам, и поговорить, и поддержать. В студии 170 учеников. Первоклассникам занятия хореографией рекомендуется настоятельно, чтобы приобщить малышей к искусству танца. А потом ребята сами определяются, оставаться им в студии или заниматься чем-то другим. Но чем старше вдохновение, а студии уже больше четверти века, тем больше желающих. Шутка небольшая у нас входит, что молодых людей к нам отправляют на исправительные работы в старших классах, а они потом почему-то остаются, и никто не уходит. Она смогла вокруг себя собрать мальчишек, старшаков, вот мы вот так их называем старшаки, их порядка около 30 человек, и они тоже все участники, они стоят у станка точно так же. Вот если вы заглянете в класс, иногда бывают такие моменты, когда заходишь, и вот эти вот 30 молодцев у станка стоят, и они вокруг Надежды Юлевны, у них такое братство очень, ну супер, вот прямо до мурашек. Да, мурашек пробирают и три ключевых спектакля студийцев. Это балеты, спящая красавица, щелкунчик, половецкие пляски. Постановки идут на сцене Дягилевки много лет, и всякий раз это премьеры, учитывая, что составы каждый год обновляются. И все до единого участники вдохновения задействованы. Зрители, родители и дети из приютов и детских домов. Ребенок растет, когда удивляется, удивление его двигает. Люди должны быть вместе, должны делиться, и должны как-то нести какой-то радость и свет друг другу. Еще одно яркое событие для вдохновения – выступление в канун Нового года вместе с коллективом «Хорус-квартет». С некоторыми его участниками Надежда дружит со школьной скамьи. А последние пять лет отношения стали еще и профессиональными. Они поют, а мы танцуем. Совместные номера. У нас такой калейдоскоп песен, 8 или 9 номеров разных песен сложено. Покуплируют там, а девочки из песни в песни делали картинку. Получилось очень, на мой взгляд, очень прилично. Класс. 31 декабря у «Хорус-квартета» есть, ну, такой нестандартный, но как-то уже несколько лет подряд. Мы в КДЦ в этом году вот в органу дали, а так обычно в КДЦ. У нас программа к Новому году. Разные танцы, дети, возраст разный, знаете, количество разное на сцене. И мне кажется, это украшение, на самом деле, студия вдохновения – это украшение «Хорус-квартета» на этих концертах. Мы стараемся. У меня дети, они ждут 31 декабря целый год. Они с лета начинают спрашивать, мы с «Хорусом» будем танцевать 31 декабря? Старшие просто говорят, «Надежда Юлина, спасибо вам большое, что вы 31 декабря дарите нам такой праздник». Я говорю, это не я, это «Хорус-квартет». Родным домом для самой Надежды Юлевны место работы стало давным-давно, когда она пришла сюда учиться в первый класс. Тогда самая обычная девчонка – самую обычную городскую школу. Школа преобразилась в гимназию на моих глазах, даже по моим документам можно судить. Девятый класс я закончила еще школу номер 11, а вот уже одиннадцатый у меня уже стоит печать гимназии имени Дягилева. И вот все это преображение я действительно наблюдала сама, потому что мы сейчас находимся в музейном помещении. Но когда я училась, это был кабинет русского языка и литературы, это был мой классный кабинет. То есть непосредственно здесь я сидела за партой, писала диктанты, отвечала у доски. Потом, когда возник такой вопрос вообще о сносе этого знания, насколько я знаю, Раиса Дмитриевна стала искать всевозможные пути, как спасти этот дом. Стали поднимать архивы, и тогда возникла эта история о том, что этот дом, собственно, принадлежал семье известного ныне человека Сергея Павловича Дягилева. В 80-е годы, мне кажется, никто в городе Перми вообще не знал эту фамилию. И только усилиями Раиса Дмитриевна, энтузиастов, это имя было вытащено наружу, и тем самым дом был спасен. Стали делать какие-то концерты, вечера, экскурсии, преобразовывать вообще все, что здесь было. И вот эта часть гимназии превратилась в музей семьи Дягилевых. Ну, я лично тоже принимала в этом непосредственное участие. Я даже обои здесь клеила в первый раз, это точно было. И когда у нас появился такой музей, и пришли люди, которые были заинтересованы в презентации классики, в самом непосредственном виде, я, конечно, здесь была в первых рядах из всех учеников. И я была одним из самых первых экскурсоводов этого музея, и водила экскурсии, мне это все жутко нравилось. Здесь были очень интересные встречи, конечно, с людьми искусства, очень много гостей. И только благодаря музею я действительно видела живьем вот многие легенды просто, да, и Спивакова, и Федосеева, и наших балерин. Такие люди, через них вот можно реально было прикоснуться вот к этому великому миру искусства, профессиональному, высокому. Андрес Льепа у нас здесь был в гостях, Николай Цискоридзе у нас был здесь в гостях. То есть где я могла еще, простая девочка, с ними встретиться школьница, а вот гимназия подарила мне такой шанс. Павленко Брагинская, выпускница гимназии, отличница, могла бы состояться в любой профессии. Математик, архитектор, физик. Все дороги были перед ней открыты. Но она выбрала музыкальное училище. С пяти лет занималась фортепиано, музыку обожала, та отвечала Надежде взаимностью. И даже гроза всех несчастных пленников музыкалки с альфеджио поддавалась Наденьке с удивительной легкостью. Но роман с гаммами не закончился официальными отношениями. Хотя с музыкой она, конечно, и сегодня на «ты». Ну, в девятом классе, да, я помню, я готовилась к тех зачету, до сих пор это помню, хотя столько лет прошло. Сижу, играю эти гаммы, и вдруг мне прямо как молния озарила, что вот так всю жизнь. Я встала, закрыла крышечку, пришла к маме, говорю, мама, я не буду поступать в музыкальный училищ. Я говорю, ну, слава богу. О балете Надежда не помышляла ровно до четвертого класса. Именно тогда в школу нагрянули педагоги из хореографического училища в ежегодных поисках талантов. Из моря детей выбрали Наденьку и ее одноклассника. Она целый год даже не бежала, а не слазь после урока в школе заниматься в училище, потому что была отравлена балетом и бредила им, как бредит первой сильной любовью. Целый год муштры. А в итоге из всего подготовительного класса в балетные зачислили одних только мальчиков. Когда тебе 10 лет, конечно, ты рыдаешь все лето. Все лето ты рыдаешь. Как так? Ну, как же так? Ну, все равно все проходит. Все проходит, но не первая любовь. Она с Надеждой Юлевной на всю жизнь. Павленко Брагинская получила диплом балетмейстера в Институте искусства и культуры. Вернулась в родную гимназию уже после второго курса. Там экс-солисткой Пермского театра оперы и балета была уже основана студия хореографии. И Надя снова стала частью дома. Чтобы не расставаться с вдохновением, хочется верить уже никогда, потому что здесь ей тоже всегда тепло. Они меня греют своими объятиями. Вот так вот. Вот так вот. Вот так это и происходит. Вот такие дети у меня. И прямо нос. Раз, два, три. Закрыть. Раз. Майя, дай ножку. Дай. Еще пальцы тяни. Еще. Нет, дай ногу мне просто. Еще, 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 еще. Еще. Майя, вытяни ножку. Вытяни. Вот такая нога. Еще сильней. Еще сильней. Вот часто вытяните. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok